Добрый день, уважаемые слушатели! Я хотела бы так быстренько поделиться своими впечатлениями о вчерашнем форуме народов пост-России, свободных народов пост-России, который прошел здесь, в Вашингтоне. Впечатления у меня самые позитивные. Во-первых, этот форум представляет отличную платформу, чтобы народы, которые находятся в колониальной зависимости, могли вести диалог и были открыты к этому диалогу. Ввиду того, что все эти годы Россия вела политику, разделяя и властвую, у этих народов, к сожалению, не было никакой платформы, позволяющей им вести диалог, строить какие-то планы, озвучивать какие-то общие цели. Но сейчас, к счастью, эта платформа появилась. Общий враг и общий статус-кво колониальной зависимости, конечно, является таким объединяющим фактором. Вчера, слушая выступления представителей разных народов, я поняла, что лед начал трескаться уже со всех сторон, и что демонтаж России — это неминуемое последствие, и мы должны к этому, конечно, быть готовы. Да, это, возможно, возьмет время, но все идет к этому. Далее меня впечатлило заявление представителей республики Саха в русской терминологии Якутия. И их стороны четко прямо сказали, что мы готовы к независимости, и нам нужно оружие, то есть нам нужна военная поддержка. И я действительно этому удивилась, и, если честно, была рада. Далее я внимательно слушала американских экспертов. Американцы открыто говорят, что несмотря на то, что им не выгоден распад России, но тем не менее они рассматривают эту концовку, и что они открыты к этой концовке, потому что план распада России есть в ихнем видении. Также они озвучили, что необходимо вооружить Украину, чтобы победить Путина, и что они хотят, чтобы Украина выиграла. Вот это их позиция, есть прямая позиция нашего правительства Чеченской республики Чкерия. Наша правительство придерживается этой позиции с самого начала военной агрессии Российской Федерации против суверенной Украины. И премьер-министр Чеченской республики Чкерия Ахмед Закаев уже неоднократно заявлял, насколько это важно, необходимо поддерживать Украину во всех отношениях, особенно в военном плане. И мы с нашей стороны дали понять американцам, что признание суверенитета Чеченской республики Чкерия, естественно, ослабит режим Путина и ускорит путь Украины к победе и к поражению империи зла.